Здравствуйте, дорогие друзья! На библейский портал Экзегет пришел следующий вопрос. Не верю в бесов. Правильно ли так делать? Или нужно с трепетом и страхом относиться к ним? В Евангелии часто читаю про бесов, но веры все равно нет. Опасно, знаете ли, друзья мои, читать что-то в Евангелии, говорить, вот здесь верю, здесь не верю. Сам себе толкователь, знаете ли, так себе идея. Я вот от всей души рекомендую все-таки верить всему тому, что в Евангелии написано. А если что-то непонятно, открывайте отцов, читайте толкования, особенно древних, кто еще жил в атмосфере евангельского благовествования. еще знаком был с учениками и учениками учеников Христа. Эти имена известны. Толкования третьего, четвертых веков. В Писании говорится совершенно четко, что бесы существуют. О дьяволе говорится, как о князе духов злобы поднебесных. Господь говорит, что род сей изгоняется токмо-молитвою. Позже допишут еще и постом. Говоря о бесе, которого не могли изгнать из юноши все его ученики вместе взятые. Из Марии Магдалины, говорится, семь бесов изгнано. Из Гадаринского бесноватого или двух легион. Такое большое количество, что даже и неисчислимо было современниками Христа. Сам Господь сорок дней постился в пустыне, после чего имел личный диалог с этим князем духов злобы поднебесной. Вся его общественная деятельность была борьбой с сатаной, борьбой с его слугами. Читаем в книге Деяний апостольских и в Евангелиях о том, как бесы влияли на здоровье людей. И Господь, и апостолы сначала бесов изгоняли, а потом уже давали здоровье. Бес скрутил эту женщину, которая почти сорок лет, без лука по-церковно-славянски. То есть мы видим, что никто из современников Христа не воспринимает эти слова иносказательно. Только буквально. Сам Христос говорит совершенно буквально о них. Не сходя к непониманию серьёзных психологических вопросов своих современников. А конкретно говоря, о бесах как о личностях. Они просят, чтобы его... Не просто какая-то абстрактная греховность, чувство вины, которое, как говорят современные психологи, материализовалось как-то в таких словах, якобы в бесах. Они прямо говорят, позволь нам войти в стадо свиное. Дух противления беседуют с Господом в книге Иова. Это не абстрактная беседа. Это конкретная беседа. И Господь говорит, вернусь к Гадаринским, бесноватым. Ну, повелевает, идите в стадо свиное. Непсихологически проблемы у свиней начались. Не понадобилась им фридистская кушетка. Они сверглись в пучину морскую. Вот тема-то популярная. Может быть, кто никогда не слышал об этом, то и ладно. Но современные психологи, многие, гуманистически, говорят, что бес — это абстракция некоторая. Нету никаких бесов. Это так, сублимация каких-то твоих внутренних проблем. И знаете, даже православных христиан в этом убеждают. Ну, когда умный человек с тремя образованиями, с пятнадцатью дипломами, повышение квалификации, утверждает тебе, называя себя православным, что бесов нет, уж поверьте мне, я ипангеля хорошо понимаю, лучше, чем эти простолюдины. И тебя доказательно вроде бы объясняют. Ты думаешь, ну да, да, всё так похоже на самом деле. Да, это наши внутренние какие-то пороки. Нету их как сущностей. А не зря святые отцы говорили, что то одно из самых успешных реализованных дьяволов целей является убеждение людей в том, что его не существует. И так хорошо и легко бороться с людьми, которые верят, что нету существа, которое бы тебя бороло. Избавим от лукавого, читаем мы в молитве, отче наш. Не просто от всякого зла, но в том числе, может даже в первую очередь, от носителя абсолютного зла. Да, зло — это паразит на теле добра. Да, но не субстанционально, как мы говорим. Как тьма есть лишь отсутствие света, а не какая-то конкретная тёмная материя. Зажги самую слабую спичечку в огромной комнате, уже там не будет абсолютной тьмы. Но, тем не менее, есть носитель абсолютного зла. Деница, дьявол, сатана, лукавый. Много имён, но все они сводятся к одному — к богопротивнику. И это конкретная личность. Хотим мы этого или не хотим. И, как говорят отцы, страсти — суть бесы. Они, не имея плоти, являясь существами духовными, олицетворяют тот или иной порог и питаются нашими грехами. Не имея тел, чтобы реализовать блуд, убийство, жадность, сквернословие, раздражение, печаль, уныние, чревоугодие, сребролюбие, гордость и тщеславие. Они хотят, чтобы мы реализовывали это всё в своих богоподобных душах. И те лаха, которые тоже будут удостоены спасения, если получится, они питаются энергией греха. И каждый, кто грешит, так отъявлено, не желая исправления, тот в той или иной степени бесноват. И потому надо не просто какую-то сумму духовных и психологических упражнений предпринять для того, чтобы избавиться от греха, но использовать данные Христом средства молитву и пост. Какой психолог вам об этом скажет? Никакой. Если это просто психологическая проблема, сублимация, так зачем пост, зачем молитва? Надо просто пройти 15 сеансов, и всё будет хорошо. Не бесплатно. Таинство бесплатно. Переходите. Изгоним всех бесов, которые церковь прекрасно знает по именам уже тысячу лет. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры сделал DimaTorzok